Приветствую дорогие подписчики и зрители нашего канала, с вами Никитос, сегодня перед вами Лев, он здесь неспроста, но поговорим мы о нем чуточку позже. Более интересно начать с такого момента, можно ли получить преимущество в нашей игре, вкладывая туда реальные деньги. К счастью, в этом плане разработчики сделали игру идеальной, сколько реальных денег ты не вложи, все равно без своей головы ручонок понагибать тебе не удастся. Единственный фактор, который разделяет эти две стороны, это затраты времени на добычу серебра. За серебро у нас в игре можно купить практически все, кроме свободного опыта и премиум аккаунта. То есть у кого есть серебро, которое добывается игровым путем, катая на любом виде техники, у того есть все то же самое, что и у обычного вкладчика. Потому если у вас есть время, вы можете действительно играть в World of Tanks абсолютно бесплатно. Так и я играл, до седьмого уровня хватало абсолютно на все, то есть купался в серебре как кот в масле. Единственное, что нужно было, это купить танк, вывести его из стока, поставить какие-то модули, а серба, голды и близко не было вместе с премиум оборудованием. Но желание ускорить процесс прокачки взяло гору, и конечно же я приобрел премиум аккаунт, от которого и по сей день не могу отказаться. Все собственно было хорошо, танки открывались, десятки заполняли ангар, на них же мы и фармили по 10-30 тысяч за бой, а кому и этого не хватало, тот всегда имел в загашнике танк пятого уровня типа КВ-1, который успешно приносил те же 30 тысяч даже без премиум аккаунта. И тут наступает переломный момент, вводят сербо голду, которая постепенно превращает твой положительный доход в отрицательный, то есть часть твоего вкусного пирога улетает непонятно куда и серебра становится все меньше. К счастью я пришел в игру несколько раньше, то есть познал механику вовремя, и нужды в ней по сути у меня не было. Но разработчики-то хитрые ребята, вводят еще кое-что, вводят премиум оборудование, которое поглотило меня полностью. То есть я пренебрегаю огнетушителем, ставлю везде доп. боек, и постоянно каждый бой получаю большой профит в виде перезарядки, сведений, маневренности танка, и один из 10 боев просто отдаю благодаря пожару. Остальные же все проходят максимально эффективно. Тот доход, который я получал в виде 10-30 тысяч, у меня резко испаряется. Плюс добавим еще сюда какой-то выстрел голдовым снарядом, вот вам и получается 30 тысяч. Выходим мы в ноль, ничего абсолютно не получаем, а технику-то надо покупать, как-то ее кормить, ремонтировать, в общем вы понимаете о чем я. Появляется вопрос, как же быть? Мы используем премиум аккаут, но нам этого недостаточно. Выходим в ноль на десятках, но хотим играть примерно всегда на них. Или на танках 8-9 уровня, разницы в принципе нету. Кто-то больше будет есть, кто-то меньше, но фармить ты будешь посредственно зарабатывать 10, может быть 15 тысяч иногда. Это будет все долго, а время у нас самый ценный ресурс. Нужно выбирать из того, что осталось. Это премиум техника. Но какую же взять? Один из самых популярных вопросов мира танков. Я здесь, наверное, поступил, как многие из вас. Искал, что подешевле и что, конечно же, приносит прибыли как можно больше. Но скупой, как правило, платит дважды. Взял я суперпершинг и при первой же возможности, когда ее ввели, успешно его продал. Потом Е25. Машина просто огонь. Да, разносит все пух и праг, справляется с любыми задачами. Наверное, один из лучших премиум танков в плане огневой мощи, в плане вообще возможностей на поле боя. Но все-таки это ПТ-САУ, все же это танк седьмого уровня. А вы понимаете, чем ниже уровень, тем меньше кредитов ты, собственно, получаешь. Намек разработчиков я четко понял и стал передо мной выбор уже среди восьмых уровней. И тут все, что я вам скажу, это мое чисто субъективное мнение. Вы вправе думать как вам угодно и выбирать то, что вам больше по душе. Главное поймите, что вся премиум техника, она заведомо введена разработчиками по характеристикам ниже. Но взять того же КТ и сравнить его со Львом, это два совершенно разных танка. Если бы КТ был среди премиумных, ему бы цены просто не было. Я бы его взял бы при первой же возможности. Итак, пойдем по восьмым уровням. Что же у нас есть? Сразу отбросим Type 59 и КВ-5. Все-таки два танка выведены из премиум магазина, рядовому пользователю их не получить. Только при помощи какой-то акции, розыгрыша. В общем, все зависит от компании Wargaming. И тут у нас идет первый красавчик ФЦМ. Этот танк вам посоветует абсолютно любой опытный игрок. Хорошие углы склонения, пробивное орудие, маневренность, обзор. В общем, все есть для счастья. Единственное, что картонность. Приходится играть от второй линии и фармит он несколько меньше. Вот это был самый ключевой фактор, почему я от него отказался. Я хотел что-то такое, что будет приносить мне, ну по крайней мере, 100 тысяч за бой при самом среднем хорошем раскладе. Потому я его сразу же отбросил. Яга 8.8. Но вы сами понимаете, это все-таки ПТшка. Башни нету. Маленькая альфа. Огромные размеры. Сарайность медленный. В общем, сразу ее отбросил. Также, поскольку с многими задачами она просто не сможет справляться из-за своей медлительности и сарайности. И явно для меня этот гейплей бы не подошел. Просто постоять даже в каком-то месте, в далеком расстоянии и пострелять. Для этого придется совершать кучу разных медленных действий, которые заберут у тебя время, заберут у тебя урон, который, собственно, и переведется в дальнейшем в кредиты. Третье место между собой, конечно же, разделили 112 и 6. Однозначно два замечательных танка. Они хорошо танкуют. Это советская читерская броня. Хороший ВЛД у 112 вместе с башней. Хоть и горит спереди. Но все-таки их основная проблема это бронепробитие 175 мм ББшкой, что заставит нас изредка, изредка или довольно-таки часто заряжать голдовые боеприпасы, что полностью перечеркивает весь фарм. И также косость орудий не дает толком попадать, выцеливать уязвимые места танка или вообще попадать на дальних расстояниях. Потому это было изначально неинтересно. И тут самое главное. Т-34 и Лев. Это единственные два кандидата, которые постоянно у меня не выходили из головы. Кого же выбрать? Т-34 в прошлом я мог получить вообще бесплатно. Вы все помните эту акцию. Уже 32 была в руках. Осталось только сесть вечерок поиграть, открыть Т-34 и ее купить. Но я поленился. За что, собственно, и поплатился реальной валютой в лот буквально недавно. О нем я уже кое-что знал. Это орудие от ПТ-САУ 248 мм пробоя. Лучшая альфа среди всех тяжелых танков 8 уровня. 400 единиц. Углы склонения орудия просто божественно позволяют танковать из-за любого холма или бойницы. И башня с бронированием маски в 279 мм. Казалось бы, не танка мечта. Нагибай их сколько хочешь. Но оказалось, что после переноса его на 8 уровень в премиумные танки, ему жутко порезали скорострельность. Аж 12 секунд перезарядка одного снаряда. Также у него ужасное сведение, которое не позволяет выцеливать моментально уязвимые места. В общем, что-то да не так. Да плюс найти места, где ты от этой башни сможешь хорошо потанковать, доехать туда вовремя, это действительно проблема. А таких бойниц, как на Руинберге, не так уже много. И частенько они уже заняты кем-то другим. И теперь на сцену выходит Лев. Что же у него вообще есть? Как не встретишь на поле боя, кусок бесполезной стали. Пробивается куда угодно. НЛД шьется на ура. Горит спереди, светится за километры. 416, если к нему прижмется, Лев вообще его не увидит. Ни башенку, даже лючочек. Так к чему его, собственно, привязать? Где тут преимущество? На самом деле преимущество тут только одно. Это орудие. 234 мм пробой, хорошее сведение, хорошая точность. Позволяет нам играть не только в городе, как, например, 34-ки. Или ИСУ-6 вместе с 112-м на близких расстояниях. Играть абсолютно везде. И самое главное, если ты попал, скорее всего, ты пробил. Будь ты с десятками или же с восьмерками. Тебе везде комфортно. Поместите ИСА-6 к десяткам. Он там сразу же свернется в равлики. Его просто разберут. Любая попавшаяся десятка его точно расстреляет без проблем. В дальних расстояний он не постреляет. Точно так же и 34-ка особо быстро не сможет это сделать. Придется сводиться, придется выцеливать. Цена ошибки гораздо больше. У Льва с этим проблем нет. Помещаем его в город. У него и 120 мм во лбу башни есть. Еще и масочка это все прикрывает. 120 мм в ЛД, 100 мм в борта, которые позволят вам неплохо так танковать из-за угла. И попади куда-нибудь в поле мы сможем за спинами наших союзников настрелять себе каких-то 2000 урона и получить свои 60-70 тысяч кредитов. В принципе, по моим ощущениям, Лев оказывается действительно самым лучшим и привлекательным фармящим танком восьмого уровня. Советую его и вам, но это опять же мое субъективное мнение. Как правило, лучше никого не слушать. Попробуйте сами, выберите то, что вам более интересно, комфортнее. Лучше играть с комфортом, меньше зарабатывать, провести какой-то еще один дополнительный бой, чем просто сесть, вырвать себе все волосы, потратить кучу нервов. И, так сказать, потерять удовольствие, которое наша игра должна приносить по максимуму. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами, как всегда, был Никитос. Всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok